Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как своими руками изготовить супертермостойкую краску золотого цвета из дешевых ингредиентов. Кому интересно, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Поехали! Основным связующим веществом в этой краске, то есть растворителем этой краски, у меня будет обычное жидкое стекло натриевое. Стоит вот такая вот 0,7 кг баночка всего лишь навсего 90 рублей. Следующим и последним ингредиентом в создании этой супертермостойкой краски будет обычная бронзовая пудра. Давайте же попробуем их смешать, а затем протестировать. Так, сделал я вот такую вот жиденькую консистенцию. Видите, она капает. И сейчас попробуем ее нанести на такую поверхность, как алюминий. Вот у меня пластинка алюминиевая есть. Далее отрезок профильной трубы. И вот такой вот, по всей видимости, латуневый краник или бронзовый краник, покрытый хромом. Вот, сейчас все это дело обезжирим и попробуем нанести краску. А затем уже, после того, как я нанесу, попробуем ее нагреть и посмотреть, что с ней произойдет. Берем обезжириватель. Наносим. Хорошенько все это подготавливаем. Такой вот тряпочкой вытираем, чисткой. Слушайте, ну наносится очень хорошо. Как и обычная краска, наносится она просто замечательно. То есть, даже имеет такой цвет металлика. Так, ну и остается у нас вот этот хромированный отрезок крана. Примерно вот так вот нанесу. Теперь дождемся, пока это все высохнет. Сразу хочу сказать, что плюс этой краски в том, что она не имеет запаха. То есть, она не токсична. Далее она является термостойкой и быстросохнущей. Здесь, конечно, она еще не высохла, но вот на перчатки у меня попал кусочек краски. Вот, пробую его вытереть тряпкой. Очень тяжело вытирается, то есть, приходится сильно надавливать. Она уже присохла. Друзья, не поверите, прошло всего лишь 15 минут. Краска уже полностью высохла. Вот, ничего не пачкает. Вот. На всех трех поверхностях краска абсолютно высохла. Ну, естественно, метод нанесения был кисточкой, причем самой дешевой кисточкой. Поэтому получились вот такие небольшие разводы. Если профессионально наносить, она очень хорошо ложится. Давайте же попробуем ее теперь нагреть и посмотреть, что с ней произойдет. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее. Будем дальше экспериментировать. Поехали. Испытывать буду при помощи газовой горелки. Так, ну, первый вариант. Немного вот здесь как бы закоптилась, чуть-чуть запузырилась красочка. Но, видите, вот я ее корябую ногтем, она вообще не сошкрябывается. Так, ну, давайте попробуем сейчас отверточкой на устойчивость краски к механическим повреждениям. Вот я больше чем уверен, что по любой краске вот так вот отверткой провести и будут царапины. Смотрите, вы видите хоть одну царапину, то есть ни одной царапины нет. Краска как была в идеальном состоянии, так она и осталась. Все нормально. Теперь попробуем ее нагреть. Нагревать ее буду с помощью строительного фена. Берем фен. Ну, вот, видите, нагрев пошел, причем хороший нагрев. То есть, конкретно нагрелось, и вы можете посмотреть, что сейчас с той стороны с краской произошло. А вы видите, практически ничего и не произошло. Что касается вот этой поверхности, хромированной, попробуем на ней. Блин, друзья, я в шоке. Здесь вот посильнее надавил, маленько царапины появились, если приглядываться. Ну, а если не приглядываться, то нормально. Давайте попробуем нагреть вот эту, непосредственно саму краску. В общем, друзья, краска реально классная, реально рабочая. И самое главное, она дешевая, в отличие от тех, что продаются в магазине. Бутылочка жидкого стекла стоит 100 рублей. Ну, примерно 90 с копейками. 0,7 килограмма. Если брать уже полтора килограмма, то она будет стоить где-то 120 рублей. Пудра бронзовая тоже стоит в пределах 50 рублей, вот такой вот 50-граммовый мешочек. Но его хватит, чтобы растворить вот в таком ведерочке. Итого, мы получаем за 150 рублей, то есть это максимум 150 рублей, 700 граммов краски. С термостойкой, довольно крепкой. И самое главное, друзья, она не токсична. Ее также можно использовать как сусальное золото, разукрашивать разную лепнину и какие-то рамки для фотографий, рамки для картин и так далее. Так что берите себе на заметку. Ну, а на сегодня, друзья, у меня все. Надеюсь, был вам полезен. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok